Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы будем смотреть с вами ваш Тороскоп для всех знаков Зодиака в период с 11 по 17 января 2021 года. Работать сегодня буду с двумя колодами. Первая у нас основная колода это Анима Мунди, ну либо Таро Души. И вспомогательная колода это у нас будет Оракул Симболом, который будет показывать неожиданность недели. Напоминаю, что расклад общий, не может однозначно отыграться для каждого из вас. Примите, пожалуйста, этого внимания. Делайте свои выводы. В любом случае, если необходимо, просматривайте по асценденту, сопоставляйте, сравнивайте. Ну, получайте, пишите о мае размышления. Итак, начнем. Традиционно с Овнов. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, что у вас на повестке дня? У вас здесь попытки контролировать ситуацию, новые идеи, планы начинания и ваша задача, как бы в эти идеи вложиться, чтобы с них получить. Потому что здесь конкретно у вас идет ситуация на сохранение капитала, на преумножение ваших возможностей финансового роста. Ну и в принципе, знаете, как прописывать себе планы, цели, идеи для достижения каких-то идеалов, мечты. То есть это, знаете, грамотное планирование, вот то, чего вы будете заниматься в рамках этой недели. Если, в принципе, эти арканы рассматривать относительно вопроса личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то карта здесь указывает по ситуации, что может идти знакомство, причем здесь человек может быть как, не то чтобы в пределах ваших мечтаний, но в чем-то как бы идеал, либо человек из ваших снов. Кстати, многим до знакомства могла идти информация через вещи, смогли человека видеть, чувствовать, слышать. Знаете, как уже какой-то собирательный образ смог у вас произойти до встречи. И вот в рамках этой недели такая возможность у вас есть. Что же касается любовных треугольников, здесь все стабильно, крепко, мертвой хваткой будете держаться за человека. Каких-то новых перемен здесь я не вижу, все останется как есть, без изменений. Что же касается тех, кто в стабильных семейных связях, это укрепление взаимоотношений, это совместное достижение целей, планов, идей, возможно, даже как вложение в совместные идеи, планы, мечты и желания, здесь может быть даже совместный отдых. В общем, ситуация здесь ровная, ровная, стабильная. Если рассматривать данные арканы относительно вопросов работы, заработка и его статусе неработающего пенсионера, то вот здесь желание как воплотить свою мечту, идею, за которую вы длительный период держались, ее вынашивали, но не могли реализовать. И если вы в статусе соискателя, то здесь, знаете, как наконец-то придет возможность реализоваться в той нише, в той сфере, в которой вы себя видели, либо ставили себе цель в этой нише работать. И могу сказать, что за эту возможность вы будете держаться руками и ногами. Для тех, кто на текущий момент в статусе наемного работника, то здесь мечты, планы и цели относительно повышения. То есть будете вкладываться в ситуацию, показывать свои качества, профессиональное развитие, тот факт, что вы не являетесь дилетантом, что вы действительно компетентны в той отрасли, в которой работаете. Потому что здесь не только желание карьерного роста, но, безусловно, как и повышение уровня доходов. Потому что половина из нас не работает за идеей. Всем хочется кушать, хорошо жить и позволять себе какие-то реализации ваших целей. Для тех, у кого свой собственный бизнес, это идея относительно нового проекта. Может происходить знакомство со статусным, либо значимым человеком, который может обозначить вам пути достижения этой цели. Что же касаемо вопросов здоровья, ситуация здесь стабильная. Единственное, что у кого-то здесь могут идти вопросы консультации, диагностики у врача. Может быть, плановая проверка. В большей степени для многих из вас это будет касаться вопросов кровотока, лимфотока. Это, знаете, как устранение отеков, устранение, знаете, как дряблости кожи, и все, что связано у вас с вопросами сосудов. Поэтому, ну, в целом, здесь ситуация у вас нормальная. Относительно негатива, давайте смотреть, какова здесь ситуация. Так, ну, смотрите, у вас падает мир, четверка, кубков и суд. Вот связки арканов, какова здесь ситуация. Первое. Поездка, которая не в радость, а в тягость. Это первое, что может произойти. Либо тяжелый переезд, либо возвращение на родину, которое, знаете, как приносит не радость, а какой-то степень не разочарования. У кого-то это может быть попытка восстановления, либо воссоединения отношений, но вместе с тем придет осознание, а зачем входить в одну и ту же реку дважды. То есть придет понимание, что человек не изменился, ситуация здесь не поменялась, и ловить, по сути, нечего. Что здесь еще? Могут быть проблемы, трудности с вопросами, в принципе, эмиграции, переезда, проблема с документами, то есть как осесть на новом месте, получить вид на жительство и прочие нюансы. И какие-то напряженные конфликтные ситуации с родственниками. Допустим, неожиданный, либо не запланированный приезд родственников, которых вы не ждали, либо вы к этому не стремились. Это может вызвать у вас некие такие вот колебания, противоречия, напряженную ситуацию. В плане совета, видите, у вас пятерка Пентакли, карта кризиса, эмоционального, душевного, физического, нужного восстановления. Что здесь можно сказать еще по этому аркану? В рамках этой недели, знаете, как ситуация, которая потрясет ваши карманы. Отчаиваться по этому поводу не стоит, и не важно, что это праздники, это может быть у кого-то дни рождения, памятные даты, поездки и так далее. То есть траты здесь изрядные, но они здесь необходимы, то есть избежать вы этого не сможете. Единственное, что вам рекомендуют арканы, в рамках этой недели поберечься. Особенно, ну, проходите какие-то профилактические процедуры относительно вашего самочувствия, состояния здоровья, чтобы не вогнать в себя какие-то проблемы. Ну, давайте посмотрим на неожиданность данного периода. Что вам здесь вещает символом, к чему вам готовиться, и на что, по сути, рассчитывать. Вытянем для вас знаковый аркан. Ну, смотрите, аркан, который говорит сам за себя, называется он Фурия. Он здесь четко указывает на неуправляемую ярость. Это может быть сложная неделя, когда вам необходимо выпустить пар. Держать в себе отрицательные эмоции, иначе это разрушительно может действовать на ваше здоровье. То есть, иными словами, если вас что-то не устраивает, и не важно, это личные взаимоотношения, деловые, не замалчивайте, иначе вот эти вот разрушительные эмоции пойдут вовне. В принципе, в рамках этого периода вас могут провоцировать, вызывая отрицательные эмоции. И у вас даже в каких-то случаях, в ситуациях, будет такое желание и стремление отомстить, наказать, воздать за содеянное. Но не действуйте в состоянии эффекта. Почему? Потому что, безусловно, ярость и гнев-то вы можете излить, и это вот будет энергонападение. Но вы после этого можете себя чувствовать опустошенным. То есть, да, высказывать нужно, но не действуйте на крайних эмоциональных плоскостях, иначе будете полностью опустошены. Потому что это такой очень разрушительный и энергетический процесс. Ну и как следствие, что здесь еще может быть? Может оказаться крайней этой серии А, все скандалы из-за тебя, либо противоречия из-за тебя. Это, в принципе, вот такой эмоциональный накал. Может преследовать у вас такое разрушительное желание мести, либо, это знаете, как сказать, желание партнеру, либо человеку, который вас задел, оскорбил, обидел, вот дать прочувствовать все те же самые эмоции, которые чувствуете вы. В плане совета, ну что, ну примите эту фурию в себе, позвольте себе испытать эти отрицательные эмоции, они нам тоже нужны, почувствовать себя живым. Но вам нужно будет, так сказать, найти громоотвод, разрядиться конструктивно, с толком для себя. Не держите негативные эмоции в себе. Ну и старайтесь, конечно, чтобы вот эти вот конфликтные ситуации не отразились негативным образом на ваших близких, либо на людьми, с которыми вы взаимодействуете. Почему? Потому что, ну конфликты конфликтами, но все равно нужно их решать, ну такой, в менее эмоциональной фазе. Вот такой у вас период. Хорошо, я от вас буду ждать обратной связи, пишите, как у вас пройдет неделя, а мы будем переходить к тельцам. Ну тельцы, давайте смотреть, что же вас ожидает в рамках этого периода, какова ситуация будет. Так, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Вот, что же здесь? Тельцы, ну у вас тут прям такие арканы, и солнце, и дурак, и тоже жезлов. Ну прям новый жизненный старт, новые возможности. Ну смотрите, у кого-то что здесь? Поездка, отпуск, путешествие, отдых, зачатие, деторождение, новый этап в жизни, как переезд, перемещение, смена места жительства, новые эмоции, новые возможности, как вопрос в целом перерождения, рождение новых ситуаций, целей, проектов. Ну тут прям накал страсти. Вот знаете, как начать жизнь на ново. Ну давайте смотреть поэтапно. Итак, если в плане личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то это знаковое знакомство, которое может в вашей жизни все перевернуть с ног на голову. Если у вас вопрос любовного треугольника, у кого-то квадрата, могу сказать, здесь будете лавировать, также оставаться между двух дней, есть вероятность незапланированного зачатия. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь бдительны, если не планируете. Для тех, у кого стабильные семейные связи, укрепление союза, взаимоотношения, совместные путешествия, неважно, это может быть уикенд выходного дня, это могут быть какие-то длительные путешествия. Это, в принципе, новый этап жизни, это вопросы переезда, смены места жительства, акцент на деторождении, на усыновлении. Ну, то есть здесь все касается новых каких-то совместных проектов. Если рассматривать эти арканы с точки зрения работы-заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, это как прорыв, идея. Вот нашли возможность, на чем сможете зарабатывать, либо при помощи чего сможете зарабатывать. Если вы в статусе соискателя, то это, знаете, как оказаться в нужное время, в нужном месте, очень такое удачное трудоустройство. Если вы наемный сотрудник, варианта два, в принципе, новая работа, либо новая должность, повышение, новые возможности. Ну, отсюда вытекающие последствия, как увеличение заработной платы, как обретение нового уровня ответственности. Если у вас вы собственный бизнес, новое начинание, новый этап, новый деловой партнер, процветание, то здесь у вас все стабильно. По вопросам состояния здоровья. Состояние здоровья здесь замечательное. Кто-то, кстати, может заняться вопросами генетики, проверки репродуктивных функций. Давайте смотреть, что у вас здесь в негативе, какова может быть ситуация, что здесь. Значит, во-первых, траты на цели и желания. Причем траты какие-то могут быть импульсивны, не запланированы. Это когда, не знаю, пошли за хлебом, купили шубу, я утрирована, но вы понимаете. То есть, знаете, как траты импульсивны. И потом будете понимать, не то чтобы сожалеть о покупке, а вот зачем мне это сейчас, это могу подождать. Сейчас нужны траты на какие-то иные вещи. То есть, действовать под порывом или посылом эмоций. Что еще? Это может быть как появление какого-то бывшего партнера на горизонте, какое-то общение. Вы знаете и понимаете, что восстановления отношений здесь не будет, но какой-то осадочек души остался. Причем неважно, мужчина вы, либо женщина, это знаете, как затронуть те какие-то струны души, которые вы для себя решили закрыть, какую-то историю. Это как заново всколыхнуть себя. В остальном же, что здесь может быть еще? Но здесь на повестке дня это могут быть какие-то вопросы, связанные с вопросами возврата долгов, кредитов. Причем, как вы можете возвращать, как поэтапно. Так и если кто-то вам должен, то здесь будут какие-то перипетии, разговоры, когда же будут вам возвращать хотя бы частян. Так, относительно совета. Ну, чисто тельцовская. Знаете, как есть мое мнение, есть неправильное. Вот это ваш принцип по жизни. Потому что пятерка жезлов – это борьба, это конкуренция, это желание отстаивать свое, несмотря на то, правы, вы не правы. Вот все. Будет так, как я сказал, либо я сказала. Но в рамках этой недели, видимо, вам рекомендовано. Почему? Потому что здесь отстаивать свои интересы, бороться за слово до последнего, держать конкуренцию. Причем, неважно, в карьере, деловые взаимоотношения, сотрудничество с кем-то. Это как продавить кого-то в решении тех либо иных вопросов, так, как хотите вы. Но давайте смотреть, что у вас здесь относительно неожиданности данного периода. Какова будет ситуация? Ну, все понятно. У вас все как всегда. Это, знаете, по этому аркану к вам, ну, называется он «Материя и Дух», все ринутся как за советом, за помощью. Почему? Ну, потому что здесь это… Как вам правильно объяснить? Не то, чтобы потребительское ваше отношение к вере, но это к вам будет относиться потребительски, либо вы к кому-то будете относиться потребительски. Как акцент по этой карте, вам нужно, знаете, как получить знание, духовную пищу. Но ради этого вам нужно будет чем-то пожертвовать. Это как и вопросы благотворительности и помощи третьим лицам. Плюс вы должны понимать, что в этой жизни вы должны за все платить, даже за знание, потому что, чтобы полученное имело для вас какую-то ценность, вы должны что-то отдать взамен. Это как закон взаимобменной энергиями. Но и если у вас на повестке дня будут какие-то курсы, повышение квалификации, новые возможности, не знаю, там, английский вы учите, пошли на курсы вождения, неважно, вы должны платить за ваше знание без сожаления. Почему? Потому что это будет адекватная плата как за опыт, так и за приобретенную мудрость. И если, допустим, соизмерять, чего хочет от вас окружение в рамках этого периода, то это пожертвования, это платы, это мудрости и знания от вас. Потому что здесь, по этим арканам, вы можете как отдавать знания, опыты, мудрости, какие-то навыки, так и приобретать самостоятельно. У вас будет в рамках этой недели такое дикое желание попасть в число избранных, для чего вам будет нужно приносить материальные жертвы. Вот поэтому здесь есть вот эти вот, знаете, как, ну, стремительные покупки, как правильно сказать. Ну, например, смотрите, вот у вас есть какой-то кредит, а тут вы увидели вот какой-то там семинар, вебинар, вы понимаете, это то, чего вы хотели и по такой вот цене, очень хорошее, вы понимаете, что вы не можете от этого отказаться и, как следствие, забьете на какие-то выплаты и будете приобретать то, чего вы давно хотели. Но и почему? Потому что здесь идет стремление обрести какие-то духовные ценности, знания, навыки и, в первую очередь, так как вы делаете это для того, чтобы у вас впоследствии было повышение заработной платы, новые возможности, новые цели, здесь это будет соразмерно вложенным усилиям и средствам. В принципе, по этому аркану, если смотреть с позиции отношений, это, знаете, как равноправные и взаимодополняющие отношения. Здесь может быть брак по обоюдному расчету либо союз по обоюдному расчету, потому что один из партнеров будет брать на себя роль гуру, второй будет обеспечивать его материально, но обоих партнеров будут устраивать такое положение вещей. В плане предостережения здесь, знаете, как в первую очередь вы должны понимать, что не относитесь ко всему с фанатизмом. И в плане совета, вот чтобы приобщиться к каким-то знаниям, общению, новому там, не знаю, социальному союзу, вам нужно будет чем-то пожертвовать. Это, знаете, как здесь какой-то подарок либо материальный вклад для того, чтобы вы получили то, что вы хотите. Ну вот так. Интересная, конечно, у вас неделя. Напишите, пожалуйста, как она у вас по факту отыграется либо не отыграется. В близнице переходим к вам. Посмотрим, что вас ожидает в рамках этого периода. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какова же у вас здесь ситуация? Так, у вас здесь на повестке дня тяжелые задачи, связанные с финансовым вопросом. В первую очередь, вы знаете, как погашение долгов, кредитов, ипотек, все, что связано с долгами по ЖКХ. Это может быть как в плановый, так и в неплановый ремонт, который вы не, ну там, не знаю, по ряду причин, знаете, как вынужденная ситуация, когда вы должны что-то подлатать, отремонтировать и так далее. У кого-то вопрос оформления, переоформления недвижимости как таковой. Либо вы могли здесь, знаете, вот по связке этих карт планировать снять какой-то, может быть, офис, даже там подвал, полуподвальное помещение. Это ведь не обязательно желание недвижимости, это может быть коммерческое недвижимость, желание что-то приобрести с той целью, чтобы вложиться в свое, развивать свое. Еще, что здесь по связке карт, это, конечно, желание денег, потому что здесь на повестке, ну как, знаете, очень много финансовых проблем, и карты говорят о том, что у вас будет необходимость их закрыть. Удастся ли вам? Как падает по карте, знаете, тяжко-вашко, но да, потому что даже здесь у вас аркан восьмерка Пентакли, карта тяжелого, активного труда, но тем не менее плодотворного, то есть появятся возможности финансового роста, заработка и новые перспективы, хотя бы частично, пусть не в полном объеме, но частично, да, решить вот эти вот вопросы, которые у вас на текущий момент есть. если мы с вами будем рассматривать ситуацию относительно личной жизни для тех, кто на текущий момент свободен, тут есть шансы, понимаете, но дело в том, что люди могут попадаться несвободными, отношения, которые могут быть как отягощающий груз. Не вижу я пока здесь по связке этих арканов плодотворного знакомства, которое могло вас привести к стабильным связям. Единственный аспект, что, допустим, кто уже, например, начинает пытаться строить семью, сожительство, причем неважно, вы как по связке карт можете здесь и только вступать в эти отношения, либо жить длительный период, либо вы в браке, здесь почему-то возникнут притирки, потому что по связке арканов это распределение бытовых обязанностей в доме, то есть кто чем занимается, какую там функцию выполняет, какую роль, какие задачи. Могут здесь быть знаете, какие-то задачи, финансово что-то приобрести, вложиться, купить, но в основном это вопрос притирок друг к другу. Если на текущий момент вы не свободны, вы в любовных треугольниках, то арканы здесь указывают на ситуацию тяжелого положения вещей. Почему? Потому что с человеком вы надеетесь здесь на семью, на стабильный союз, но ситуация развивается не так, как вам хотелось. По какой причине? Вы здесь не можете повлиять, связаны по рукам и ногам. Человек не особо это спешит делать выбор. Но, если посмотреть по арканам, здесь падает младшая аркана, тем не менее, менее неделя плодотворно, продуктивно. Относительно вопросов работы, финансовой стабильности, если вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь финансовая помощь, дотация от ваших родственников, либо ваших близких. Для тех, кто в статусе соискателя, здесь будет шанс получить работу, почему-то здесь работа либо в сфере недвижимости, либо удаленной на дому, но как большой груз обязательств, либо большой объем работ, с которым вам будет крайне тяжело справляться. Если вы наемный сотрудник, опять же, работа удаленного плана, или же, сейчас хочу посмотреть, у вас может быть вообще, знаете, как желание сменить ситуацию, поменять сферу деятельности, и некоторые из вас по связке этих карт могут, в принципе, находиться дома по причине безработицы. Да, тяжелая может быть ситуация в финансовом аспекте. Если у вас свой собственный бизнес, это как сложно, тяжело вытягивать до стабильности, до того плана, который у вас, допустим, прописан в плане заработка. Но поскольку здесь положится то спинтакли, он указывает на ситуацию, что по крайней мере на этой неделе вы сможете заработать, либо частично решить те проблемы, которые у вас на текущий момент есть. Поэтому переживать по этому поводу здесь не стоит. Что относительно негатива? Какова у вас здесь ситуация? Ну, финансы поют романсы, потому что здесь либо выплата кредитов, долгов, финансовых обязательств, закрыть какие-то ситуации, либо отсутствие прибыли, кто-то взял и не вернул, потому что сейчас к человеку вышли с доверием. Если это касается личной жизни, это, знаете, как цепляние за партнера, за партнерские отношения, осознание того факта, что человек не будет принадлежать вам, что, допустим, этот любовный треугольник, ну, ничем для вас не завершится положительным. Если это вопрос долго, допустим, вам должны, могу сказать так, не надейтесь, тут человек не собирается вам возвращать деньги. Как бы прискорбно это ни звучало, потому что, даже не потому, что не может, это, знаете, такая позиция, не хочет, ну, по-другому это не назовешь. И, как следствие, здесь могут идти финансовые разочарования по этому поводу. По вопросам совета, видите, пятерка Пентакли, карта бедности, карта отсутствия ресурсов, как эмоциональных, физических, так и финансов, истощения. Это даже вот какие-то могут быть стрессы на фоне текущей ситуации, перипетий. В плане совета, знаете, во-первых, режим экономии, причем даже не на эту неделю, на какой-то длительный период. Это в первую очередь траты не на повседневные заботы, радости жизни, а на закрытие долгов, пусть частями, пусть небольшими какими-то платежами, но тем не менее вылазить из этой выгребной ямы. Это, в принципе, акцент на то, что не сидите, сложа руки, действуйте, прикладывайте усилия, ищите возможности, сами они не появятся, то есть не ждите какой-то здесь маны небесной, потому что эта карта показывает бездействие, а с вашей стороны это не совсем верно, не совсем корректно, под лежачий камень вода не течет, поэтому вы здесь должны это понимать. Что же касаемо неожиданности периода, сейчас посмотрим. Что у вас здесь структурно? Какая у вас карта выпала в символоне? Ну, я думаю, если вы посмотрите внимательно на пририсовку, вы уже даже в плане энергетики можете считать, какая здесь идет информация. Тягостная. Это как обязательство, это быть в кабале, потому что аркан, ну, либо эта карта называется цепи, ну, традиционно, как в Тарон, например, дьявол, потому что здесь это, в принципе, как оказаться во власти темного демона, либо в каких-то вот пут обязательств. Аркан показывает, что в рамках этой недели на вас могут возложить тягостные обязательства, которые вам не хочется, но вам придется выполнять. И здесь, в принципе, как показывает эта карта, вам нужно научиться принимать несвободу, зависимость от ситуации, от других людей. И, знаете, чтобы от этого избавиться, придется прикладывать очень много труда. Вам нужно будет подчиняться, выполнять что-то указание, но мотив, это, знаете, получить желаемое собственным трудом в обмен на достижение цели, либо на свободу. Состояние, конечно, в рамках недели, к сожалению, будет тягостное, подавленное, может идти депрессия, ощущение давления со стороны близких, родственников, может быть, еще кого-то, потому что это процесс, который требует самоотдачи, большого труда и не приносит вам радости. Это, в принципе, ситуация, которая накладывает обязательства, сковывает вас. И, знаете, еще какая вот ситуация, почему здесь не зря падает пятерка пентаклей. Не гонитесь в рамках этой недели делать какие-то знаковые покупки, но из серии, вот, Горя, но все ясным пламенем, серии, хочу последний айфон. Сделали эту покупку, причем, допустим, если в рассрочку или в кредит, и вы будете не рады тому, что вы получили желаемое. То есть, здесь эта покупка, не знаю, может поломаться, не перенести радость или какое-то разочарование, либо осознание того, что радость как-то временно, допустим, выплаты будут долгосрочные. Если смотреть с позиции отношений, то это, в принципе, зависимость эмоциональная, сексуальная, это зависимость в любовных треугольниках, потому что здесь, кстати, карта, которая часто может указывать на приворот. И вот если вы чувствуете таковые нюансы, проверьте себя, нет ли на вас деструктивных воздействий. Это, в принципе, ситуация, когда кто-то вас подавляет, вами манипулирует. И вот, если вы находитесь в треугольнике, то карта вам уже сама по себе рекомендует сделать, ну как разрыв этих взаимоотношений, потому что разрыв этого союза может принести освобождение, облегчение, спад напряжения. В плане предостережения карта говорит о том, что страстно желаемое после получения не приносит радости. Поэтому не загорайтесь. Знаете, я понимаю, что вспыхиваете тоже как спичка, когда вот чего-то хочется, плевать на все. Но вот в рамках года быка вам все покупки и все поступки нужно делать обдуманно. ну и как рекомендация карта готова, а действительно либо это то, что вы хотите и того, что вы так сильно желаете. Потому что здесь бойтесь свои желания, иметь свойство сбываться. Вот об этом говорит Аркан. Не совсем простая неделя, но тем не менее, говорится, предупрежден, значит вооружен. Будем двигаться дальше, будем смотреть раков. Так, переходим теперь к представителям знака зодиатора. позитив недели, негатив недели, совет от карт. Какова у вас здесь ситуация? У вас тут прям одни карты дороги. Но смотрите, на повестке дня, что у вас здесь идет? Либо вы планируете поезд, переезд, смену места жительства, либо вы ожидаете приезд, но тут в частности идет либо родственники, либо ваши какие-то знакомые, которые должны к вам приехать. По связке этих Арканов это будут успешными в принципе дела, проекты, связанные с вопросами оформления виз, документов, как все сдвигается с мертвой точки. Введено жительство, ПМЖ. Это вопросы, которые связаны с приобретением автомобиля, перегнать автомобиль, все вот эти манипуляции, нюансы. По связке этих карт это получение денежных переводов, это получение каких-то пакетов и документов издалека, либо посылки, которые вы очень длительный период ждали. В принципе, ситуация развития, нового старта, новых возможностей. Здесь ситуация победы, достижения цели, радости от полученного результата. В принципе, скорость, как вложиться в новые проекты, новое дело, в котором у вас, ну, не было там времени, возможностей, были какие-то обстоятельства, которые вас тормозят. То сейчас арканы показывают на ситуацию, что все, все сдвинется с мертвой точки, все будет для вас возможным. Относительно отношений. Если на текущий момент вы свободны, тут варианта два, либо знакомство через интернет, либо знакомство в поездке. Для тех, кто на текущий момент в нестабильных отношениях, любовных треугольниках, здесь на самом деле страсти кипят, развитие отношений, сексуальные контакты, то здесь у вас ничего не поменяется. Для тех, у кого стабильные семейные связи, акцент идет на каких-то совместных поездках, переездах, смене места жительства, оформлении документов. Здесь, в принципе, могут быть планирования, командировки, какие-то, может быть, знаете, как вопросы раннего бронирования, если собираетесь вы куда-то ехать, смена билетов, то есть сдали, поменяли, вот все, что с этим связано. Но идет укрепление отношений, это радость, это скорость, это вопросы страсти, это, знаете, как найти компромиссы, взаимопонимание, поэтому неделя для вас будет крайне плодотворна. Относительно работы, заработка. Здесь, если вы в статусе неработающего пенсионера, максимум только денежные переводы, какая-то здесь помощь, и ваши движения, поездки, связанные с финансовыми вопросами, то есть оформить, переоформить, перепроверить, выбить субсидию и так далее, и тому подобное. Если вы в статусе соискателя, то знайте, как ловите удачу за хвост, потому что будут возможности, которые вам позволят устроиться, особенно если это касается логистики, либо вы стюарт, воздушное судно, наземное, то есть не важно, вот кто, допустим, видит себя в этой нише. Опять же, это все, что касается не только грузоперевозок, это работа через интернет, работа курьером, торговым агентом, такси и так далее, тому подобное. Если вы видите себя в этой нише и реализации, то можете смело пробовать и дерзать. Для тех, кто является наемным сотрудником, здесь работа удаленная, работа фрилансом со свободным графиком, а у кого-то перевод на какой-то частичный рабочий график, помимо всего прочего, перевод может быть и в новый филиал от вашего предприятия, вашей фирмы. Рост. У некоторых по связке этих арканов даже перспективы продвижения по карьерной лестнице. Если у вас вы собственный бизнес, это в большей степени ваши поездки, переезды, какие-то договора, контракты и попытка либо активно наладить, либо развить вашу работу, предоставление товаров и услуг через интернет. По состоянию здоровья здесь все прекрасно, здесь работа над обменными процессами, как вопросы не только жиросжигания, это сосуды, суставы, знаете, как возобновить метаболизм либо его активную работу. Что относительно негатива? Что у вас здесь? Ну, относительно негатива либо у вас проблематично будет даваться обучение, неважно, ваши, ваших детей, то есть если вы будете обучать сами, аналогично, это как найти подход либо решиться на какое-то обучение. Финансовые растраты связаны с обучением, неважно, ваших или ваших детей. Тут финансовые вложения в детей, понимаете, но тут в большей степени это как стезя интеллектуального труда, в первую очередь. А также вопросы, все, что касается получения каких-то дотаций, субсидий на детей, алиментов. Почему падают в негативе? Потому что для вас это будет муторно и так, знаете, как сложно, то есть выматывающие. Но в остальном же здесь карты не указывают каких-то негативных моментов, поэтому неделя будет легкой. Что в плане совета? В плане совета у вас здесь падает королева кубков. Довольство жизнью, радость жизни, заниматься любимыми делами, посвятить как можно больше времени себе любимому либо себе любимой. Это в принципе ваш аркан, который указывает на то, что почувствуй себя как рыба в воде, несмотря на то, что в ураг, тоже водная стихия, это указание на то, что нужно немножечко с чем-то себя порадовать, заниматься любимыми делами, вещами, вопросами творчества, общаться с позитивными людьми, смотреть позитивные фильмы, читать необходимую литературу, которая способствует вашему духовному и личностному росту. Это в принципе может быть даже работа, проработка каких-то нюансов с психологом, с подругой либо человеком, которому вы доверяете, потому что королева кубков это быть еще с кем-то на одной волне, с человеком, который вас чувствует, с кем можно поделиться, что-то обсудить, проработать, допустим, ваши текущие проблемы. Относительно неожиданности данного периода, что у вас здесь, у вас даже так и падает по арканам, это знаете, как ситуация перерождения, ну, вообще она называется освобождение, но по факту некоторые еще называют ее перерождение. здесь аркан, который указывает на обновление личности, перерастание, шаг, может быть, в непростую, но новую жизнь. Это, в принципе, аркан непривычной для вас обстановки, попытки приспособиться к ней. Будет в чем-то трудным, так как помощи вам ждать будет неоткуда. Это, в принципе, акцент, наконец-то, дозрели вы до чего-то. Вот из серии вы откладывали все с понедельника, там, в спорт или на диету, или там, буду обучаться, учиться языки, но вы откладывали долгие ящики. Вот теперь вот это новое дело, которое вызывает у вас трудности, в первую очередь, психоэмоциональные, которые вам нужно преодолеть, и вы пойдете вопреки всему. Но, несмотря ни на что, вам просто нужно будет адаптироваться к новым условиям, освоить новый опыт. Окружающие люди будут вас не поддерживать, наоборот, ставить палки в колеса, никто не будет помогать, более того, вы знаете, будут в чем-то высмеивать, особенно если там новое дело, новый бизнес. Придется рассчитывать только на себя, но ваш мотив по этому аркану это внутренняя готовность к развитию, это будет созревание, это неизбежность, потому что вот состояние четко это вытащенный из панциря рак, это беззащитность, вот поэтому вам нужно будет приспосабливаться к новым условиям, осваивать новый опыт, потому что это процесс рождения нового, получение какого-то вот нового опыта, но для вас хрупкого, и вам нужно будет прикладывать силы, чтобы поднять, сохранить новые возможности. Если в плане отношений, то это акцент на отношения только зарождающиеся, это может быть холод в отношениях или боязнь каждому сделать первый шаг. Если отношения развиваются достаточно долго, то это переходит на новый уровень отношений. В плане предостережения в рамках этой недели, этого периода, вы будете крайне эмоциональны, уязвимы, беззащитны, какая-то, знаете, плаксивость, приспособность к внешним условиям, но совет по аркану, делайте шаг, выходите из этого кокона наконец-то, приспосабливайтесь, ну и относитесь бережно к рождающейся новой жизни, новым проектам, и будет вам счастье. Так, теперь будем смотреть и львят. Посмотрим, что же здесь у них. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Так, какова у нас здесь ситуация? Ох, как непросто. Львы, а у вас тут борьба, битва не на жизнь, а на смерть, причем за новое. Новая жизнь, новые идеи, новый проект, новый человек, новая должность, новые возможности. Но тут, вот знаете, как выгрызать то, чего вы хотите, задавить всех тех, кто мешает вам. Это фактически как идти по трупам, идти по головам. Но давайте разбирать. Итак, если это касается личной жизни, то это, знаете, новое знакомство, которое начнется с конфликта либо со скандала. Ну, утрированная серия. Вы кому-то въехали в авто, явно, что у вас начнется общение не совсем приятных эмоций, либо просто какая-то стычка, конфликтная ситуация и так далее. Если вы в любовных треугольниках, это однозначно как выгрызать своего партнера или партнершу. Острый дух соперничества, жесткая конкуренция, но вы здесь будете на высоте. Если же здесь стабильные связи, неважно, вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас длительный союз, это соперничество, но соперничество здесь будет с родственниками, это, знаете, как тактично, иногда может быть не очень, отодвигать всех тех третьих лиц, которые вмешиваются в ваш союз, в ваши отношения, дают ненужные советы, рекомендации, либо своими действиями вставляют палки в колеса. Вот здесь вот четко отсекать, рассчитывая на право, на свободу, на новый этап жизни, на новые возможности. Если вы в статусе пенсионера и смотреть с позиции финансов и работы данной арканы, то это как выгрызать новые возможности, увеличение дохода, заработка, чего-то нового, что вы ранее не получали, надбавки, субсидии, дотации, все что угодно. Если вы в статусе соискателя, это через конфликт, даже может быть с самим руководством получить должность. Когда вы на какие-то реплики либо на какие-то стрессовые ситуации, которые даже могут проходить на собеседованиях, можете ответить резко, грубо, но в той же, знаете, высокоинтеллектуальной. Вот это ваш острый язык, он может зацепить работодателя. Не с позиции вашего хамства, а с позиции вашей находчивости, предприимчивости и умения за себя постоять. Потому что на самом деле ценит сотрудник тот, который соглашается все время с руководителем, а который может дать тоже объективную оценку происходящего, и умение показать все плюсы и минусы текущего производственного процесса. Если вы в статусе наемного сотрудника, это жесткая активная конфронтация, это конфликт как с начальством, так и с коллегами за повышение. Но я веду руководство, знаете, как низшего звена. Не самое высокое, топовое, но как это выгрызать победу, выгрызать возможности, надбавку по зарплате. Если у вас свой собственный бизнес, это однозначно конкуренция на рынке, отстаивать себя, свои позиции в нише, добиваться нового, либо отстаивать новые возможности на раскрытие нового дела, нового потенциала. Если в плане работы, простите, не работы, а здоровья, здесь могут быть воспалительные процессы, которые выявите, быстро купируйте, и они не пойдут дальше. Что у вас в негативе? В негативе у вас неуверенность в своих талантов, в своих возможностях, боязнь того, что не будет лидерских позиций, что кто-то вас может, знаете, как я говорю, подбинуть с пьедестала, потому что солнце маг, несмотря на все лидерские качества, да, и по королеве Пентакли, умение отстаивать себя, это боязнь того, что кто-то вас задает за авторитетом, либо вы не сможете его отстоять. Здесь еще по связке этих арканов финансовые вложения, которые сейчас вам будут непосильны, неважно, в новый проект, в учебу, в какие-то начинания. Это траты, которые для вас могут быть непомерными и связаны с отдыхом или с переездом, хотя вы уже их запланировали. Но, тем не менее, ситуация не настолько критична, все вам по силам, все удастся, поэтому не стоит здесь тоже лишний раз нервничать. Почему? Потому что даже в плане совета двойка жезла, которая у вас ложится в качестве рекомендаций, она указывает на ситуацию, что выбор всегда есть, и он в ваших руках. Вам главное его увидеть. Всегда есть перспективы, возможности решения тех либо иных для вас болезненных ситуаций. Относительно неожиданности данного периода, давайте посмотрим, как вам здесь для вас будет ситуация. Знаете, аркан, который четко показывает вот эту вот ситуацию. Почему? Ну, даже, думаю, уже очевидно, вам бы прорисовки здесь как шагать в новое, рисковать, потому что это и есть шут, начало, новая возможность, новый этап, идти по извилистой дороге. Здесь импульсивность, здесь движение в неожиданном направлении. Это, в принципе, аркан, который указывает на то, что вы будете в рамках этого недели делать то, что ранее никогда не делали, и будете получать этого удовольствие и пользу. Более того, это, знаете, как рывок вверх, нестандартные решения. Это, знаете, как истина, что не всегда проторенный путь самый лучший. Это двигаться новым путем, идти новым путем. Это быть не таким, как все, нестандартным, независимым, оригинальным, потому что сегодня ваше окружение хочет от вас неожиданных поступков, оригинальных решений. И вы будете здесь идти в поиске новых ощущений, возможностей. У вас будет проходить отказ от традиций, стандартов, желание и жажда свободы, независимости. Может иногда даже ущерб себе и своей репутации, но это как идти по трупам, по головам ради достижения своей цели. В рамках этой недели будете эксцентричны, экстравагантны, в чем-то, конечно, неустойчивы и нервозны, но эта жажда перевын, она будет вами двигать. У вас будет неприятие любых авторитетов. Вы будете четко, жестко отстаивать свою точку зрения. Это, знаете, как непредсказуемый результат. У вас нет стабильности. Это, знаете, может быть даже в чем-то позиция, когда, блин, мне нечего терять. Если с позиции отношений, это отношения достаточно свободные, малопредсказуемые. Иногда, кстати, нетрадиционные, которые могут шокировать окружающих. И я даже не только с позиции ориентации. Здесь может быть и традиционная ориентация, но колоссальная разница в возрасте, разный менталитет, вероисповедание, да все что угодно. Потому что здесь будут проходить жажды новых ощущений, не будет постоянства. Здесь проходит крайняя боязнь рутин и застой в отношениях. Или желание отношений хотя бы краткосрочных, свободных от обязательств. В плане предостережения здесь Аркан вам показывает и говорит о том, что прежде чем хлопнуть в дверь в какой-то ситуации, подумайте, куда вы будете идти и насколько знаком вам этот путь. А в плане совета это знаете, отойдите от традиционного решения проблем. Старайтесь ни к чему не привязываться, будьте независимым, потому что эта карта вам сулит неожиданные, малопредсказуемые события. Возможно откроются, конечно, новые перспективы и у вас появится альтернативный взгляд на сложившуюся ситуацию. Ну вот такая у вас неделька интересная, что будет от вас обратной связи, как для вас отыграется по факту. А мы же с вами будем переходить к девам. Девы переходим к вам, смотрим, что у вас будет в рамках этой недели. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, какова же у вас здесь ситуация? Ну смотрите, у вас здесь идет колесница, у вас здесь идет влюбленный, и он непосредственно паш кубков. Итак, что же здесь знаково на повестке дня? В первую очередь здесь может идти речь о поездке вашей совместной с детьми, переездах, смене места жительства, новый этап, о том, чтобы допустим отвезти там ребенка к бабушкам, к дедушкам, может быть санаторий, какой-то профилакторий, если есть такая возможность, потому что не во всех странах введен локдаун. приобретение, знаете, как автомобиля, то есть то, что вам радость, то, что вам удовольствие. Помимо всего прочего, здесь как новый проект, новое дело, новые начинания, которые могут идти на удаленном расстоянии. Если рассматривать арканы относительно вопросов личной жизни, то здесь вопросы флирта, влюбленности, знакомства, на расстоянии, либо максимум, в поездке. Если у вас здесь вопрос любовных треугольников, сейчас даже дотянем, смотрите, какая ситуация. Здесь желание, как выйти в новый этап, в новую жизнь, не быть в состоянии одиночества, желание все-таки упереться, как вот этот вот баран и отстать своего партнера либо партнершу. Если у вас стабильные семейные связи, этот акцент может быть связан с переездом, перемещением, новую квартиру, новое жилье, там к родителям какая-то поездка, и у кого-то на повестке дня могут даже встать вопросы о деторождении либо усыновлении, потому что как привезти в дом как нового члена семьи, то есть ребенок, это может быть питомец, животное вы можете какого-то завести, ну, либо элементарно, если у вас назревал вопрос к вам, кто-то может переехать жить из ваших родственников, неважно на время либо на длительный период, но тем не менее вам почему-то это будет в радости как с облегчением. Если арканы смотреть относительно работы, заработка, финансов, вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь как денежные переводы, финансовая помощь, и дотации со стороны детей. И если детей у вас нет, то это желание творчества свое каким-то образом продвинуть, продавать, это, знаете, как, ну, выполняется здесь по колеснице дистанционно. Ну, поди того, что, допустим, вы выпечку какую-то домашнюю готовите, к вам могут приезжать, забирать, либо вы можете готовить на заказ, либо, в принципе, что-то производить на заказ. Если вы в статусе соискатели, то здесь однозначно трудоустройство, причем работа, которая вам будет нравиться. Многие, кстати, из-за трудоустройства будут переезжать в другой город или страну. Если вы на текущий момент наемный сотрудник, то по связке арканов первое, это удаленная работа, второй момент, это как новая должность, не обязательно повышение. Например, хотели бы вы в этом отделе перейти на какую-то вот другую работу, ну, как выполнять другие функции. Такая возможность, например, вам представится, и вы с удовольствием будете выполнять вот эти вот рекомендации, новые должностные инструкции, то есть работа, которая вам принесет удовлетворение. Для тех, у кого свой собственный бизнес, новое дело, новое начинание, это как желание развивать его дистанционно, также много здесь поездок, командировок, это в принципе желание как расширяться или взять еще в штат себе нового сотрудника, партнера, но если партнер, это партнер, которым младше вас. Относительно вопросов здоровья, обратите внимание на детские болезни, чтобы вы ничего не подхватили, там кори, ветрянка и так далее, и вопросы опорно-двигательного аппарата. Что у вас здесь в негативе? Давайте посмотрим. Смещение либо смена планов относительно поездки, то есть вы знаете, как сместятся сроки, это вас немножко расстроит, может быть задержка рейса, либо поменять билеты, сдать одни, приобрести другие, потому что здесь конкретно задержка в передвижении, либо в реализации ваших планов, целей, идеи и задач. Задержка новостей, писем, либо важных документов, которые вы ждали, чтобы получить. Если это посылка на таможню, либо какая-то, не знаю, там вещь, которую вы там приближаете, автомобиль, например, задержки в плане растаможки, вот это вас будет беспокоить, и будете несколько в подвешенном состоянии. Относительно совета по семерке мечей, в рамках этой недели будьте осторожны, потому что есть риск предательства по отношению к вам. И касаться этому как раз будет вопросов поезда, переезда, смены места жительства. То есть смотрите, чтобы у вас не было либо липовых документов, чтобы, не знаю, на той же таможне при осмотре вам ничего не подкинули. Ну, то есть каких-то таких вот каверсных ситуаций, либо держите при себе деньги, документы, чтобы вас не ограбили во время поездки, переезда, смены места жительства. Это очень важно, потому что здесь, знаете, как вы можете расслабиться, быть в эйфории от происходящего и немножко потерять бдительность. Давайте посмотрим относительно неожиданности данного периода, какова у вас здесь ситуация будет. Так, покажу вам аркан, потому что здесь их нет перевернений. Называется аркан-вампир. Вампир у нас указывает ситуативно на то, что кто-то будет использовать чужие ресурсы. Ну, то есть тут, как показывают, либо ваши, либо вы чьи-то. По этому аркану вам нужно проявить свой потенциал. Возможно, у вас будет нехватка жизненных сил. Нужно найти дополнительный источник энергии. Если в плане отношений, это могут быть отношения донор-вампир, которые присутствуют в любой жизни каждого из нас. Это деловые взаимоотношения, личные отношения, отношения с родственниками. И вам не стоит осуждать кого-то, кто явно будет вас вампирить. Почему? Потому что мы иногда часто тоже с вами играем эту роль. Но сегодня, либо в рамках этой вот недели, у вас будет подходящий день, чтобы научиться пользоваться чужой энергией. Научиться, в принципе, знаете, как закону взаимообмена. Не забывать что-то, отдавать взамен, когда вы берете. Здесь, опять же, следите за адекватностью ваших лиц, которые вас окружат, потому что есть вероятность обмана. По этому аркану, потому что в вашем окружении будут желающие, которые хотят что-то поиметь с вас. Это, знаете, даже может быть желание жить за ваш счет. Понимаете? Как сосать с вас возможности. Здесь с вашей стороны идет, в принципе, потребность во внешней энергии, потому что на карте, как видите, отсутствие солнца, света. Кому-то будет, допустим, крайне хотеться на отдых, чтобы восстановить свои силы, ресурсы, возможности. И здесь, в плане состояния, знаете, это какая-то, может быть, агрессия, которая направлена внутри вас. Комплексы, фобии. Вы можете чувствовать обиду на весь мир. Потому что здесь, знаете, такое ощущение, как вы, как ни рыба, ни мясо. Поэтому аркан часто указывает на ситуацию, знаете, как каких-то вот лиц, которые попытаются вас поставить в созависимое положение. И в плане предостережения, это, знаете, как не попадайте в какую-либо зависимость, не теряйте бдительности и контроля. И в плане совета найти дополнительный источник энергии, если вы себя чувствуете не очень хорошо, это может быть йога, плавание, либо любой для вас приемлемый спорт, либо занятие, может быть, даже отдых, медитации. Потому что ваши ресурсы на текущий момент фактически на исходе. поэтому вам очень важно позаботиться о своем внутреннем потенциале. Хорошо, будем с вами переходить к знаку зодиаку весы. Весы, переходим к вам. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Итак, что у вас здесь? У вас сдержанность в чувствах, в эмоциях. Вообще, в принципе, вопрос какого-то внутреннего перерождения, освобождения от комплексов фобий, страхов, внутренних переживаний. Это, знаете, как проработать свою зажатость, возможно, зависимость от кого-то, потому что либо освободиться от чувства и эмоций, которые вас тяготели, переродиться. Ну, например, отношения, которые тянутся из прошлого, либо ситуации, которые вас тяготятят, либо, в принципе, ваше мировоззрение, которое, ну, как вы понимаете, будет претерпевать изменения, либо поведенческие аспекты в отношениях. То есть, иными словами, здесь меняться. Это как наново что-то постигать, чего-то достигать, менять кожу, потому что, видите, вот здесь даже змея сбрасывает кожу, идет этап обновления, вот то, что, по сути, у вас будет происходить в рамках этого периода. Кто-то может заниматься внешностью, да, устранять какие-то ситуации, связанные с недостатками визуальными, то, что для вас будет важно. Кто-то будет прорабатывать внутренние проблемы, работать с энергиями, расти личность, расти духовно. Если эти арканы рассматривать относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то это освободиться от каких-то стереотипов, которые вы зажимали в отношениях, в взглядах на жизнь. Ну, по принципу никогда не говори никогда. Если вы ставили себе какие-то ограничения, я никогда не буду в отношениях с человеком, который старше серии на 15 или 20 лет, или кто-то младше. Ну, то есть, неважно, какие здесь устои. это как менять сознание. Перспектив отношений я здесь на текущий момент еще не вижу. Здесь, знаете, как самим перерождаться, возрождаться, меняться. У тех, у кого любовные треугольники, любовные связи, это желание дать новый шанс, новый виток этим отношениям, пытаться каким-то образом перевести их на новый уровень и посмотреть, что из этого получится. Стоит ли общинка выделки, стоит ли вообще вам вкладываться в развитии этих отношений этого союза. Если у вас уже стабильный, устоявшийся союз и взаимоотношения, это желание поменять роли, модель поведения, отношения к друг другу, ну, естественно, со знаком плюс, потому что здесь идет нежелание закрывать глаза на происходящее, либо на какое-то некорректное к вам отношение, либо на то, что происходит в вашем союзе, потому что здесь желание обновиться. И для многих из вас, несмотря на то, что вроде бы как и позитивные карты, но здесь будет или ты со мной, или ты без меня, потому что тут скупков и смерть это обновление. Либо ты принимаешь новую меня, новое качество жизни наших отношений, либо, возможно, наши дороги разойдутся. Если эти арканы смотреть относительно вопросов работы, заработка, в статусе неработающего пенсионера, то здесь, в принципе, как зависимость от новых условий, это адаптация, это подстраиваться, новых источников дохода, увы, к сожалению, здесь я не вижу. И как следствие, вот эти новые тягостные обстоятельства будут заставлять меняться в вас, искать новые ресурсы, подработку, ну как новые возможности, за что жить, развиваться, да, как расти. Если вы в статусе соискателя, то здесь как раз ради достижения должности и вакансии меняться, там даже кардинальным образом поменять сферу, не быть зависимым от стереотипов. Сейчас даже для вас посмотрю. Ну вот здесь, понимаете, с чьей-то помощью идет вопрос трудоустройства, как вопрос достижения цели. Если вы на текущий момент наемный сотрудник, это повышать качество профориентации, это относиться к работе с душой, любовью, либо искать таковую работу, потому что здесь желание поменять, трансформировать, не быть зависимым, не быть вот кого-то под колпаком, возможно работа фрилансом, работа на самого себя, потому что в связке эти арканы указывают на желание перемен. Если вы уже наемный сотрудник, это наоборот желание более качественно исполнять свои обязанности с перспективой естественно финансового роста. Вы это можете озвучить своему руководству, для того, чтобы достичь этих возможностей. Если у вас свой собственный бизнес, это новый подход к вашему делу, к вашему развитию, это могут быть и тренинги, и бизнес-курсы, все что угодно, это то, что вам идет как в плюс, в радость, и самое главное, вы будете понимать, что дает это плодотворный результат. Если с позиции здоровья обновиться, внешне, внутренне, это как вопросы интоксикации, детоксикации, то есть сбросить вес, прорабатывать хронические болезни, то есть лечиться, либо проводить какие-то профилактические мероприятия, перемены внешне, то есть и пластические операции, и это даже может быть кардинальные стрижки, краб, перекраски, но все, что с этим связано, то есть поменять вашу оболочку, ваш имидж. Так, давайте смотреть, что у вас здесь в негативе, какова ситуация. Какова здесь ситуация? Ну вот видите, императрица у вас падает, рыцарь Пентакли, четверка Пентакли. Первое. Например, вопрос материнства, к которому вы долго шли, не решались, что это не получалось, и вот знаете, как радость пришла, откуда не ждали. Допустим, самый неподходящий для вас момент, это первое. Второй момент, это финансово затратный, вопрос и преображение, неважно, мужчина вы или женщина, потому что ждут длительный период и существенно вкладываться в свое преображение. Это могут быть вопросы финансовой помощи вашей матери, супруги, когда, ну, не то, что от вас потребуют, вы будете понимать, что необходима финансовая помощь и поддержка, ну и как следствие понесете здесь немалые затраты. Здесь в принципе, понимаете, как вложение, они в первую очередь идут в свою реализацию, неважно, мужчина вы или женщина, потому что по императрице это раскрывает свой потенциал, чему, собственно говоря, будете заниматься. Но это будет не только на длительную перспективу, но и смотрите, потребует от вас немалых усилий, немалых вложений. Относительно совета, ну, у вас девятка мечей, страхи, а как пройдет, а получится ли, а стоит ли, каков будет эффект, оправдывает ли цель и результат, ну, понимаете, это вот переживание. Вот на примере пластической операции, а стоит ли, а зачем, а буду ли я довольна либо доволен. Нельзя сказать, что ваши страхи безосновательны, но кто не рискует, тут не пьет шампанское, единственное, что здесь аркан у вас указывает, подходите к всему основательно и конструктивно. Чтобы у вас не было страхов, ну, вы должны заручиться информацией, поддержкой, 150 раз все перепроверить. И уже, если на что-то вы решились, идите до конца, не отступайте, потому что вам свойственны вот эти колебания, сомнения, а стоит, а не стоит, а к чему это приведет. Вот отпустите ситуацию, тогда у вас получится все само собой. Что у вас здесь в плане неожиданности в рамках этой недели, в рамках этого периода? Ну, такая у вас забавная здесь ситуация, думаю, уже вы видите здесь по прорисовке, называется это карта, либо этот аркан злобный смех. О чем говорит эта карта? В принципе, это знаете, как вы будете чувствовать излишнее напряжение, захочется выпустить пар. Вы можете бунтовать, вы, в принципе, знаете, будете таким вот злобным нарушительным спокойствием. Это знаете, как в рамках этой недели будет проверка вас на терпение, на мудрость, и вам необходимо доказать свою исключительность. Иногда, может быть, просто выпустить пар. Да, вы впоследствии можете об этом пожалеть, но иногда это, знаете, как необходимо высказать, избавиться, прокричаться, не с позиции поскандалить. Я вас не культивирую ни на какие скандалы, но иногда, когда вы длительный период себе это копите и не высказываете, не озвучиваете, это негативным образом сказывается на вашем состоянии здоровья. Вот вам этого необходимо избегать. Вам, знаете, как в первую очередь нужно быть в чем-то немножко, знаете, как смешным, бунтарским, но контролировать свою неуправляемость. В плане результата по этой карте вы не получите ничего, кроме просто морального удовлетворения. Это как, знаете, кому-то напакостить, насолить, высказать, добиться какого-то результата. Если, допустим, в плане отношений эту карту рассматривать, то это какое-то нелепое поведение, это отношения, которые против традиций, это, в принципе, какой-то протест, это отношения, в которых скрывают крыши, вы сами не понимаете, зачем они вам, для чего они нужны, либо почему вы так себя в них ведете. Смотрите, в плане совета Арканум вам советую все-таки выпустить пары, выпустить негатив, снять с себя внутреннее напряжение через нетипичное для вас поведение. То есть не бойтесь быть смешным, несуразным, неадекватным в чем-то. Иногда вот эта вот позиция может вас избавить от каких-то серьезных проблем жизненных. Бывает и такое. Ну, как бы, все по ситуации, сейчас массу примеров приводить не буду, но, как говорится, все расставит на свои места, ситуация и время, поэтому прочувствуйте, поймете. Хорошо, вот такая для вас выходит неделя, мы с вами будем переходить к Скорпионам. Скорпионы, переходим к вам, смотрим, чего вам ожидать. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Итак, что у вас здесь? У вас как выбор своего пути, но, в первую очередь, это касаться, может быть, в принципе, вопросов вам ехать, не ехать, переезжать, не переезжать, приобретать автомобиль, не приобретать. То, что смотрю по связке карт, по звезде, это все-таки желание реализации, как уйти в свою какую-то нишу, своя работа, свои какие-то новые возможности, то есть задача реализовать свои таланты, ухватиться за какой-то шанс, за какие-то возможности, в первую очередь. Если Аркана рассматривать относительно вопросов личной жизни, для тех, кто свободен, здесь могут быть знакомства, но которые, могу сказать, как ни к чему не ведут. Почему? Потому что здесь отчаяние, но те люди, которые будут вас окружать, вам не подходят энергетически, то есть в рамках этой недели знакомств нет. Если у вас любовные треугольники, это вот ситуация выбора, уйти или остаться. Но знаете, это как у вас может быть тупиковая ситуация, где вам не оставили выбора. Будете в любом случае уходить, потому что ситуация, которая себя уже в принципе исчерпала. Если это вопрос стабильных взаимоотношений, то есть вы сожительствуете, вы встречаетесь, здесь могут быть в принципе как переживания, например, касаемо отъезда партнера в командировку, либо там по работе, либо переживания по поводу смены места жительства. И в принципе какое-то напряженное либо конфликтное взаимодействие относительно выбора, то есть устили остаться с работы, потому что вы будете бояться непринятия, либо непонимания, либо отсутствие поддержки со стороны партнера. Но это не так. Если арканы, смотрите относительно работы и финансов, и вы в статусе неработающего пенсионера. Здесь какие-то долговые обязательства, кредиты, выплаты. Здесь в принципе какая-то вот патовая ситуация, особенно если допустим вы еще работали, а тянете ли вы, а может остаться только на пенсию, а потянете ли вы на одну пенсию, а тут сопоставить все за и против. Если вы в статусе соискателя, то это осознание того, что для того, чтобы вам реализовать себя в чем-то, кому-то придется переехать в другой город или страну, либо искать работу удаленного характера. Это как стоять перед выбором своей реализации. У кого-то в принципе если, знаете, как может стать вопрос уйти или остаться, то есть уволиться, не уволиться, как поступить. Если свой собственный бизнес у вас, то это вопросы, а в той ли вы ниши, а стоит этим заниматься, либо ее оставить и уйти в иную нишу, в другую деятельность. Вот что вас будет терзать. По вопросам здоровья это вопросы аллергических реакций, это вопросы нарушения кровотока, лимфотока, вопросы варикоза. Это то, что вас может здесь тревожить. Что у вас здесь падает в негативе? Сами пошли даже несколько. В негативе траты, где на все взять деньги? Потому что здесь во-первых, желание себе реализовать достаточно зарабатывать, плюс траты на все и сразу. Но вот двойка Пентакли Луна, так как и помощь родственников, и строить семейный очаг, плюс помимо всего прочего это какие-то сомнения, вам нужна будет помощь для того, чтобы определиться, в какую нишу вам окунуться, в чем себя реализовать. Помощь наставника, либо человека, лица, которому вы доверяете, который вам даст дельный совет, либо поможет вас направить. Так, относительно совета. Ну, относительно совета у вас, видите, здесь ложится шестерка кубков, обратиться к истокам. Если это касается вопросов поезда, переезда, это, знаете, в некоторых может отыграться, как вернуться на родину, либо поехать к родственникам, там, где родственники, либо друзья, либо знакомые проживают. Акцент на семью, на детей, на укрепление связей. И что касаемо вашей профессиональной деятельности, либо это уйдет в семейный бизнес, либо окунуться в ту нишу, в которой вы работали раньше, или были раньше профессионально реализованы. Теперь, что касаемо неожиданности данного периода. Посмотрим, какова для вас здесь ситуация. Ну, я думала, с прорисовкой говорит сама за себя, потому что здесь это ситуация, когда вы будете взвешивать все за и против. И будете понимать, в роли кого вы здесь будете находиться. Либо вот этого человека, который, скажем так, не казнь, допустим, не знаю, как это сказать, на растерзание. Либо вы в роли вот этих вот самодостаточных товарищей, которые заправляют всеми и вся. Это, знаете, как постоянное какое-то метание. Это муки выбора. Это невозможность определить себя как на текущий момент какой-то жизненной ниши. Непонимание, куда двигаться, либо чем заняться, либо в чем найти свою реализацию. То есть, это сложность, в принципе, понимания происходящих вещей, происходящей ситуации. Вообще, эта карта называется сама по себе безжалостные люди. Она, знаете, говорит о том, что в рамках этой недели вам крайне важно быть выше пересудов, сплетен, разговоров о ком-либо. Критику попридержите. Безусловно, вас могут здесь распять, да, какой-то критикой, сплетнями, скандалами. Отойдите от этого, потому что в рамках этой недели вам, знаете, нужно будет настроен на позитивные разговоры. Это, в принципе, знаете, общение с окружением, которое захочет, чтобы вы признали свои ошибки, просчеты, вас будут критиковать за что-то, попытки втянуть вас в чужую некрасивую игру, сплетни. И здесь будут попытки самоутвориться за счет вас, через осуждение вас. Знаете, как, вместо созидательной работы ваше окружение будет искать виноватых, навешивание ярлыков, вот по сути, то, что здесь вот у нас происходит. Вам необходимо избегать суеты, конфликтов, знаете, как резко обрезать, чтобы вам не садились на шею. И здесь идет вопрос осуждения других людей. Вот вам нужно, если вас будут критиковать, как резко, конструктивно объяснить, что лучше как бы не лезь, иначе, как бы, эта дискуссия может перерасти в какую-то злостную перепалку. Вообще, здесь, знаете, идет какая-то ситуация, когда вам будут внушать чувство вины, что вы в заблуждении, что вы не правы, потому что это состояние скрытой вражды, интриг, какой-то подковерной игры, это злословие, это вопросы зависти, которые будут вам мешать нормальному ведению дел, осуждение за допущенные ошибки, когда вы, знаете, как котенка носом будут тыкать в какие-то ситуации, суета, сколки, пустые разговоры. Вот в плане пригостережения у ваших оппонентов нет полной информации, поэтому объективности тоже нет. Вам важно не доверять сплетням, пересудам, не судить других, уклоняться от сомнительных разговоров, и какой-то ваш неблаговидный поступок может быть предан гласности, будьте к этому готовы, но отстоять вы себя сможете, потому что у людей не будет почва информации, на которую они смогут опереться. Совет, вот если вас припрут к стенке, ну спокойно признайте свои ошибки, да, имею право ошибаться, я живой человек, обоснуйте свои действия, найдите союзника в стане врагов, вот такого плана, ну а вообще карта конфликтов, либо лиц, которые вызывают сплетни, слухи, осуждения за спиной. Неделя не совсем простая, но крепитесь, все, все наладится, все получится. Хорошо, переходим к стрельцам, посмотрим, что их ожидает в рамках этого периода. Так, стрельцы, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же здесь у стрельцов? Так, у стрельцов здесь у нас в принципе идет акцент, вот у нас падает, видите, король мечей, девятка кубков, королева пентакли. По связке этих арканов это желание выйти из состояния холодности, перейти в состояние чувственности, радости, то есть получать радость от того, что вы делаете, удовольствие от общения, желание перевести отношения любовного формата, если таково у вас имеется, нечто, что-то более стабильное. Это в принципе акцент, который будет указывать на внимание к матери, к супруге, это может быть предложение на какое-то мероприятие, но вместе с тем это знаете, как ситуация выбора, вступать в какой-то адюльтер, либо не вступать. Итак, давайте подробнее. Если на текущий момент вы свободны, здесь есть у вас ситуация и предложение вступить в отношения без обязательств, вопрос, нужно ли вам это, потому что либо вы можете здесь быть несвободны, либо человек, который вам это предлагает, поэтому взвесьте все за и против, насколько для вас это будет конструктивно и актуально. Если уже любовный треугольник, то арканы здесь призывают сохранять все как есть, не меняя ситуацию, но и не рассчитывая на большее, потому что король мечей это знаете, как уже поставить какие-то границы, какие-то рамки, выстроить уже все и обозначить и озвучить на этом берегу, чтобы потом не возникало никаких споров, конфликтов и выяснений взаимоотношений. Если вы состоите в отношениях, то здесь будет уже акцент на то, а не пора ли их узаконить либо перевести на новый статус, новый уровень. Если вы уже на текущий момент в браке, сейчас дотяну для вас, то это желание вот знаете, как каких-то вложений или вот все, что связано с удовольствиями, чем-то себя порадовать. Почему? Потому что в отношениях уже очень много холода и желание каким-то образом разбудить чувственную сторону подарками, вниманием, заботой этого не хватает и вы будете над этим работать. Если смотреть эти арканы относительно вопросов работы и финансов, вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь финансовая помощь либо от супруги, у некоторых от матери и в принципе это знаете, как удовольствие от текущей ситуации, потому что по королеву мечети могут прийти какие-то бумаги либо разрешения, оповещения о том, что вам там пересчитали пенсию, дали какие-то надбавки, субсидии, то есть каким-то образом облегчили вам материальную ситуацию. Если вы в статусе соискателя, то здесь получить работу, причем работа, которая идет в удовольствие, для многих это вопрос общепита, либо эвент-агентства, либо какого-то хендмейта, это как получить по протекции, кто-то за вас здесь будет серьезно хлопотать. Если вы в статусе наемного сотрудника, работа не в тягости, а в радость, тут получение премий, бонусов, более того, у руководства будьте на хорошем счету, это как грамотно пройти какую-то проверку, избежать каких-то казусов, нюансов, за счет этого знаете, как возьмут вас на карандаш с перспективой продвижения по службе. Что касаемо флирта на работе, если будет такое намечаться, карта вам говорит, смотрите, потому что эта ситуация может крутануть вас, ну как, с одной стороны и в перспективную сторону, но с другой стороны каких последствий это вам коснется как бы в плане личной жизни, потому что если по карьере для вас это будет перспективно, а вот чем отозвется в плане построения отношений, это уже другой момент. Если у вас вы собственный бизнес, это как легко и продуктивно решить вопросы с проверяющими инстанциями, это увеличение заработной платы, это может быть переход на новый новый этап налогообложения, не знаю, серия, там были ФОП по второй группе, стали ФОП по третьей группе и так далее, то есть какие-то вот новые технические нюансы, которые вы для себя будете познавать. Если мы с вами будем смотреть вопросы здоровья, то это акцент на репродуктивные функции, то есть обследование, диагностика и так далее, это вопросы детоксикации, это в принципе все, что касается кровотока, лимфотока и вопросов пищеварения. Но здесь ситуация у вас стабильна. Что у вас здесь в негативе? А в негативе как раз видите королева копков, колесо фортаны и влюбленные. Вот это как раз любовная связь, может быть треугольник или выбор, быть или не быть в статусе любовницы или в статусе свободных отношений. Что вам это даст? Радость или тягость? Вы будете для себя взвешивать все за и против. Касаться это может не только отношений, а в принципе ключевого либо значимого выбора в чем угодно. Переезд именно на место жительства. Но у вас по десятке пентаклей это четко касаться будет семьи. Строить отношения с несвободным человеком либо не строить. Или стоит ли вообще строить стабильный союз с данным партнером или не стоит. Каковы перспективы всего этого? Какую стабильность человек вам может дать? Вот эти все перипетии могут знаете как немножечко вас вести в стрессовое состояние. Относительно совета. У вас здесь падает паз жезлов. Это как внимай информацией, собирай информацию. Но если паж мечеты как следить это копать досье, то здесь знаете как слушайте сплетни, слухи, собирайте, анализируйте, общайтесь, будьте открыты с какой целью? С целью получить для себя больше новой информации, чтобы сделать выводы, чтобы себя от чего-то обезопасить. Если вы еще в человеке не уверены, то паз жезлов это всегда легкое общение без обязательств. Держите дистанцию, не загоняйте сами себя в угол, чтобы потом не разгребать ненужные проблемы в первую очередь. Ну давайте с вами посмотрим относительно неожиданности данного периода. Какой аркан у вас здесь ложится? Ну видите, опять же акцент у вас здесь идет на отношения. Карта, которая говорит сама за себя, потому что она называется карта пара. Она указывает не на интимную жизнь, а на публичную социальную сторону отношений, когда вы будете пытаться определить свой статус. То есть найти себе пару, поддерживать состоявшиеся отношения, не ущемляя ничьи интереса. Но просто знаете, это тоже такой кто я для тебя? Здесь как акцент карта говорит о том, что один в поле не воин. Любые отношения нужны для развития. Неважно, личные, деловые, это партнерство. И в рамках этой недели это, знаете, будет проверка на прочность, на доверие, на поддержку. Окружение хочет видеть вас в паре с кем-то. Это, как правило, совместные проекты, совместные усилия. И у вас будет стремление быть с кем-то, желание в партнерские отношения вступить, быть и опорой для партнера, и надеяться на него, потому что здесь идет разделение ответственности. У многих будет проявляться страх не справиться самому, боязнь одиночества. и вам крайне нужно будет, знаете, как чувствовать партнера, учитывать общие интересы, потому что здесь есть желание действовать в паре, не нести на себя груз отягощающих обязательств. В плане отношений это, как правило, возможность обрести партнера, друга, пару. Если вы уже в союзе, это развитие отношений, это оценка себя через другого человека. Аркан указывает на ситуацию, что не переносите свои проблемы полностью на партнера, иначе будете переставать надеяться только на сами себя и излишне рассчитывать на чужую помощь. Это чревато последствиями. Но и в плане совета и рекомендаций, если вы хотите реализовать задуманное, неважно, в деловом аспекте, в личном аспекте, то найдите себе пару партнера, ищите свое дополнение и поддержку со стороны. Вот такая вот ситуация. Мы с вами будем переходить к озерогам, посмотрим, что их ожидает в рамках этой недели. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Король Пентакли, вы собственной персоной, император, тройка кубков. В большей степени, конечно же, расклад отыграется для мужчин, потому что, знаете, как быть хозяином положения, королем ситуации, рулить всеми и вся, жить в свое удовольствие для себя и ради себя. если смотреть для женщины, это обрести такого мужчину, который подает вам радость жизни, новых возможностей, откроет для вас новые перспективы, личные, финансовые, карьерные. Это поддержка. Если смотреть эту триаду в плане отношений, например, вы на текущий момент свободны, то здесь обретение партнера. Вы можете быть не свободны, либо партнер не свободен. Если уже у вас состоявшийся любовный треугольник, то здесь правил бы мужчина и вы, грубо говоря, будете подпадать под его видение развития ситуации. На развитие ситуации здесь повлиять не сможете. Здесь он полноправный хозяин развития данных отношений данного союза. Но, тем не менее, я смотрю по картам, чувствовать вы себя будете комфортно. Если у вас уже стабильные взаимоотношения, то есть вы длительный период в паре, либо вы в браке, то здесь акцент на опору мужчины. Это знаете, как заручиться его советом, поддержкой, потому что по тройке кубков связки этих арканов. Здесь, кстати, могут еще проходить дни рождения, праздники, юбилеи, какие-то торжества. Это знаете, как совместно прадоваться каким-то праздником, предаваться, в принципе, может быть, каким-то приятным времяпрепровождением с друзьями, с семьей, получать удовольствие от этого процесса. Неделя ровная, стабильная, замечательная. Если арканы смотреть относительно работы, вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь финансовая помощь и дотация от супруга, партнера, может быть, любовника или от вашего сына. Если смотреть для тех, кто в статусе соискателя, то это обретение даже не самой работы, знаете, как по связке карты, вас ведут с нужными людьми, но поможет вам это мужчина. Отец, супруг, кум, брат, сват, не имеет значения. То есть, это быть довольными от процесса. То есть, вас могут познакомить с необходимыми людьми, которые вам помогут в трудоустройстве. Если вы уже наемный сотрудник, продвижение, процветание, стабильность, укрепление вашей ситуации, рост заработной платы. У кого-то здесь может быть связь либо интрижка на работе, но тем не менее, вот знаете, она как на руку. Есть у вас собственный бизнес, укрепление позиций, новые контакты, новые союзы, процветание, продвижение. В плане здоровья шикарное самочувствие, как психоэмоциональное, так и физическое, поэтому здесь все в порядке. Что у вас относительно негатива? Относительно негатива это, знаете, как расчет, но чисто такая козерожья позиция, потому что просчитать, рассчитать, как вам, знаете, как холодный расчет, подход к ситуации, какую тактику выбрать, какую стратегию продвинуть, это касается как работы, так и отношений, это как получать новый опыт за счет вашего тактичного подхода к той либо иной ситуации, за счет аналитики, раздумий, взвешивания, здесь все за и против. Кстати, в негативе здесь могут быть длительные какие-то вот нюансы, задержки в плане получения документов, имеется в виду финансовых, то есть чеки какие-то, расчеты, выписки, выплаты, закрытие чего-либо, вот это может, скажем так, в негативе здесь отыграться, что придется еще дожидаться каких-то финансовых операций, либо получения соответствующих документов. Но у вас даже в плане совета шестерка жезлов, победа, процветание, успех, все, что вы не задумали в рамках этой недели, будет даваться легко, непринужденно, карты вам рекомендуют, если есть такая возможность, отправиться на отдых, восстановиться, поправить силы, если планировали поездку, переезд, смену места жительства, то можете с легкостью это реализовать. Посмотрим сейчас на неожиданность данного периода. Неожиданность данного периода у вас такая очень символичная карта, которая показывает о том, что для того, чтобы добиваться успеха, каждому в своей жизни нужно идти своей дорогой. То есть, возможно, вам придется с кем-то разминуться, делать болезненный выбор, самому знаете, как двигаться в одном направлении, потому что вот эта карта называется здесь раздел имущества, с кем-то попрощаться. Почему? Потому что в рамках этой недели это как отказаться от старого, отправиться на поиски новых форм. Это в принципе, знаете, как отказаться от того, что разрушает вашу жизнь. Это научиться разрушать какие-либо ситуации, действия ради освобождения себя самого либо себя самой для притока вашей жизни нового. То есть, например, поставить жирную точку в старых отношениях, с кем-то разойтись, не знаю, деловой партнер, либо друг, кумбрат, сват, который вас постоянно там на вас клевещет, создает сплетни, какие-то некорректные ситуации. Это в принципе может быть конфликт, на неделю с другими людьми и велика возможность разрыва с кем-то там, с деловым партнером, раздел имущества. Почему? Потому что здесь у вас будет идти желание обновления, перемен, уход из привычного мира. Это у вас будет поиск лучшей жизни. Вам очень захочется избавиться от старого, сменить вид деятельности, найти новые сферы влияния. Как чаще всего, особенно что касается друзей, это в результате конфликта интересов. Здесь знаете, как важно пойти своей дорогой с уверенностью в собственной правоте. В плане предотвижения Аркан вам говорит, что лучше это враг хорошего, что ими не храним, потерявши плачем. Но вам необходимо, потому что здесь в плане совета даже знаете, как отказаться от отягощающих старых обязательств и отправиться на поиски нового способа жизни. Поэтому неделя такая не совсем простая, но продуктивная. А это самое главное. Водолеи, переходим к вам, смотрим, какова у вас будет ситуация. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Какие интересные у вас Арканы ложатся. Ну, смотрите, у вас по связке карт. Что здесь на повестке дня? У многих это будет желание углубиться в нечто новое, причем тайное, неизвестное, загадочное, мистическое. То есть любая ниша эзотерики. Вы можете интересоваться нумерологией, астрологией, таро, рунами, оккультизмом, чем угодно. Причем не просто интересоваться, кто-то будет заниматься самообразованием, кто-то будет искать наставника для того, чтобы заняться этими вопросами. Следующее, что идет по связке этих карт, это адюльтеры, тайные взаимоотношения, скрытые взаимоотношения, которые вы не захотите афишировать, эмоциональное наполнение, насыщение, радость жизни, довольство ситуации. Ну, потому что Арканы здесь показывают, как хранить чувства, хранить тайну. Либо вы еще можете здесь скрывать какие-то свои новые начинания. Знаете, как здесь вопрос проработки внутренних блоков, чувственное наслаждение, потому что эти Арканы указывают на ситуацию, знаете, как получать удовольствие, никому об этом не рассказывать, ну, если так вот еще дословно. у некоторых это может быть еще проходить борьба с зависимостями, если таковы, у вас есть эмоциональные, сексуальные, вопросы диеты, проблемы алкоголя, то есть это все вы будете прорабатывать и решать. Если Арканы смотреть ситуативно, исходя из личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то есть все перспективы завести роман, причем отношения, которых вы не захотите кому-то либо говорить, не знаю, там, чтобы сглазить, не сглазить, но просто нежелание делиться данной информацией. Если же вы в любовных треугольниках, то по связке карт однозначно это как охранить эту ситуацию, охранять ее, не озвучивать никому об этих отношениях, потому что, видите, здесь таинство, вот этот вот свиток в руках, и более того, вы будете довольствоваться этой ситуации, вас все будет устраивать. Если же вы в стабильном союзе, вот для вас дотяну, радость, процветания, укрепление взаимоотношений, крепкий союз, это желание оградить свой союз от посторонних лиц, ну, знаете, как, чтобы не вмешивались окружения, родственники, как чужая семья потемки, вот можно даже так сказать. Это, в принципе, знаете, как любить, заботиться, радоваться, предаваться наслаждениям, отдыху совместному, это все о вас. Если смотреть эти арканы относительно работы, и вы на текущий момент в статусе не работающего пенсионера, то здесь только жидные накопления, которые у вас, ну, вы себе насобирали, никаких дотаций, ничего здесь нет. Если рассматривать для тех, кто в статусе соискателя, то у вас может быть работа в ночную смену, несезонная, либо с каким-то попеременным графиком, причем это может касаться вопросов общепита, так и индустрии развлечений. Если вы наемный сотрудник, то отпуск, радость, у кого-то локдаун, дистанционная работа, отсутствие, то есть отпуск, больничный еще можно назвать, но больничный, который без осложнения, знаете, как не в тягости, в радости, потому что здесь по связке аркан, это как дистанцирование. Единственное, что если вы работаете в каких-то закрытых организациях, не знаю, там ФСБ, ЦРУ, лаборатории, секретные заводы, то для вас арканы показывают новый виток и развитие по вашей карьерной лестнице. Но если вы эзотерик, то работа не в радость, а в тягость, продвижение, новая клиентская база, новые возможности. Если у вас свой собственный бизнес, это желание иметь какой-то попутный источник дохода, как дополнительный, сезонный, вот будете во что-то это вникать, вкладываться, изучать эту информацию. В плане состояния здоровья есть замечательное и психоэмоциональное, и физическое, плюс тут идут вопросы детоксикации. Поэтому супер. Что у вас относительно негатива? Жрец, солнце, прям три старших аркана. Ну могу сказать так, кого-то из вас будут брать на бородаж, либо будете на кого-то брать на храпом. Почему? Потому что либо вас будут продавливать относительно ситуации, что все, давай женись, либо вы кого-то будете активно тянуть под венец. Следующее, что падает по этим арканам? Если вы погрузились в обучение, не важно, что вы там языки учите, повышаете уровень профессиональной квалификации, то знаете, здесь с одной стороны будете получать удовольствие, но как не будете иметь признания, либо никто не будет чувствовать ваш авторитет, и вас это немножко будет задевать в ваш эго, в ваш эгоцентризм. Либо обучение, которое будет даваться не очень легко, либо вам сложно будет на него решиться и принимать чужую точку зрения. Вот об этом говорят арканы. Либо если вы преподаете, то солнце, умеренность, это знаете, как вас будут воспринимать спокойно, но могут оспаривать вашу точку зрения. Вот об этом говорят карты. Либо если вы познаете другую культуру, изучаете чужие языки, религию, пытаетесь перенять, то это то, что сложно дается, сложно для вашего восприятия. Но что у вас здесь в плане совета? У вас шестерка кубков, незавершенная ситуация с прошлого. Вот кто-то вас здесь тяготит, якорит. И касаться у вас, видите, это все-таки отношения будет. Причем отношения судьбоносных. Мне прям даже интересно. Видите, тут жезлов, как новая вспышка страсти, по-новому. Ситуация выбора, стоит вам или не стоит. И будете держаться за этого человека. Ну, прямо у вас тут водолеи, действительно, я, водолеи у вас идет. Просто всего и сразу. Ну, давайте смотреть относительно неожиданности данного периода. Ой, ну, я даже добавлять не буду. Это, знаете, как масло масляное. Одни карты вторят вторым картам. Вот, собственно, оракул символон повторяет ту же самую ситуацию, что у вас падает на Таро. Ну, эра водолеи, действительно, вот понимаете, баллов не судьбы, по-другому не назовешь. Возможно, не каждый из вас это сразу прочувствует. И у некоторых еще в большей степени будут отыгрываться расклады по асценденту, но вам выпала чаша Грааля. Чаша Грааля это вместилище чистых божественных энергий. Здесь, знаете, как в рамках этой недели вам предоставится возможность приблизиться к большой цели. Но, если у вас нет внутренней готовности, все будет напрасно. Поэтому вам нужно стремиться к высокому, светлому, к чистым чувствам, открытым отношениям, честным отношениям. Потому что это стремление к своему идеалу, к поиску истины. У многих это может быть соединение с духовным. То есть обретение наставника, Бога, новая религия, получение просветления, ожидание чуда, обретение идеала, допустим, в отношениях. Это мысли о высокой цели, которая дает вам силы для преодоления трудностей. И самое главное, как показывает Аркан, придет понимание, что вы хотите на самом деле. Для многих это обретение второй половины, идеализация, отношения будут очень возвышенные, они будут вам давать силы для подвигов. И если у вас таковые отношения появятся, либо есть, вам в них нельзя фальшивить, иначе они исчезнут. В плане совета вам необходимо очиститься, обрести духовный рост, личностный рост, некоторым восстановить связь с Богом, с высшими силами, называйте, как хотите, потому что это, знаете, ощущение благодати. Вот понимаете, как хотите, у каждого, я понимаю, своей религии, свой пантеон, свои взгляды на жизнь, вот ощущение внутреннего счастья, смысла жизни, обретения, ну, у каждого свое, но для вас это будет очень знаково, прочувствуете. Хорошо, мы переходим к рыбам, что там, рыбки, рыбульки, вам-то там, к чему готовиться на этой неделе? Позитив недели, негатив недели, совет от карт, какова у вас здесь ситуация, как у вас будут отыгрываться. Так, у вас здесь по связке карт в позитиве, например, кто-то из прошлого вернет долг, либо будет решена какая-то ситуация, которая длительный момент вынашивалась, либо откроется тайна прошлого, которая вам была неизведана, длительный период ждали, чтобы ее решить, либо прояснить эту ситуацию. Ну, так как, откровение свыше, то есть получение новых информаций, новые возможности, либо, если вы погружались ранее в какие-то вопрос эзотерики, неважно, нумерология, астрология, второе, неважно, что бросили, недоучили, либо они получили базу знания, это как наново окунуться. Вот то, в чем вы занимались ранее. Это может быть в прошлое стезя, в плане работы, то есть уйти на ту же нишу, в которой вы себе реализовывали ранее. Если смотреть эти арканы относительно отношений, новых союзов не вижу, это знаете, как незакрытый гешталь старого. Вот вы как были в ожидании прояснить для себя какие-то моменты и понять, ставят жирную точку или нет. Но новыми союзами здесь не пахнет. Для тех, кто в любовных треугольниках, сильно большая эмоциональная привязанность отношений тянутся уже очень давно, и вы в режиме ожиданий, когда же это все откроется наружу, к чему это все приведет. То есть, эта неделя может быть поворотной в этом вопросе. Если же у вас стабильные связи, это знаете, как либо вы откроете тайн, либо для вас прояснится какой-то момент. Вот видите, по Пажу Пентакли, это может касаться как детей, финансов, каких-то вот перемен, к которым вы не были готовы, либо вам не хотели озвучивать, чтобы не спугнуть, не нагладить ситуацию. То есть, однозначно, вам придет некая информация, которая вас заставит глубоко поразмыслить. Если арканы смотреть относительно работы, заработка, вы в статусе неработающего пенсионера, то здесь только дотации от близких, вопросы наследства и собственные сбережения. Кстати, еще по ставке карты неожиданно найти какую-то заначку, о которой вы забыли, еще так может быть. Если вы в статусе соискатель, то кто-то из прошлого вам поможет наново трудоустроиться и реализоваться снова в той же структуре, в той же организации, либо вы можете окунуться в ту же сферу, искать в той же нише, в которой работали ранее. Если вы в статусе наемного сотрудника, то здесь попытки совмещать несколько должностей с какой целью, увеличение дохода в первую очередь, принимать опыт, потому что здесь акцент на вашей монетизации. Если у вас вы собственный бизнес, это привлечение родственников, друзей, либо знакомых для, скажем так, удешевления рабочей силы. Здесь могут быть, знаете, какие-то ваши скрытые моменты, дабы экономить на налогах. Ну, то есть, в принципе, привлекать членов семьи для работы на вас в вашей структуре. По состоянию здоровья здесь может быть проявить наследственные заболевания себя, которые были в спячке, либо какие-то хронические заболевания, которые у вас, ну, для вас не беспокоили, были в стадии ремиссии. Но теперь могу дать о себе знать, что у вас здесь в негативе. Правосудие, восьмерка жезлов, колесо фортуны. Смотрите, могут быть перипетия с вопросами переезда, смены места жительства, либо просто элементарно перелетов, переездов, например, закрытой границы, либо вас по каким-то причинам там завернули на таможне, там что-то у вас проблемы с документами, не получили там разрешение на выезд, ну, там все, что угодно. То есть, перипетии на таможне, на границах, это, знаете, как ступор. Лишняя нервотрепка, как следствие, могут быть отложенные поездки, смена направления, смена билетов. Если вы, допустим, ждали какую-то посылку, растаможку, чего-либо, с этим могут быть проблемы юридического характера, как следствие, придется там выложить немаленькую сумму денег, это действительно может вам потрепать нервы. Хорошо, что у вас по совету? По совету работайте, сохраните спокойствие, делайте все полномерно, как и делали, и удача вам улыбнется. Тройка Пентагли, карта работы, плодотворного труда, усилий, которые нужно прикладывать для достижения цели. Ну, давайте посмотрим неожиданность данного периода, о чем вам говорят арканы, на что необходимо обратить внимание. Ну, как вы видите, ну, с позиции оракольной прорисовки, карта такой вот, какой-то вот легкости, бытия, в чем-то такого, знаете, несерьезности, беззаветности, ну, тот случай, когда, как я говорю, фактически живут одним днем. Почему? Потому что вам выпал аркан мечтательный Джонни, он указывает на ситуацию, что в рамках этой недели, знаете, как вам нужно внимательно смотреть под ноги, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Смотреть под ноги, чтобы не угодить там в какой-то канализационный колодец, не оступиться, не подвернуть ногу, ну, и как в средстве, знаете, как не витать в облаках. Почему? Потому что мечтать, это, конечно, прекрасно, но вам нужно это делать вовремя и не в ущерб здоровью окружающим людям. Это, в принципе, знаете, как выбрать некую золотую середину между мечтами и реалиями жизни, потому что вам нельзя в рамках этого периода быть слишком заземленным либо слишком беспечным. На самом деле, знаете, как это могут быть построения каких-то высоких целей, идеалов, это желание уйти от прозы жизни, поиск сложного решения простых задач. Это, в принципе, знаете, может быть в чем-то ваша неосторожность, неосмотрительность, отрыв от реальности, либо какой-то плохо рассчитанный проект, что может стать большим препятствием. Поэтому, чтобы не было ситуаций неожиданного провала, относитесь к серьезных ситуациям, не будьте безответственными. Это касается как и деловых, так и личностных взаимоотношений. В плане бизнеса, например, там могут быть ваши безответственности, отсутствие четкого плана действий и как следствие это может привести к материальным проблемам. Либо, допустим, вы на себя взяли слишком много обязательств, а по факту понимаете, что вы их не тянете. Поэтому предостережение подходить ко всему здраво, смотреть под ноги и, в принципе, не зацикливаться на жизненных проблемах. Потому что в плане совета идей, конечно, строите, но у вас под ногами должна быть твердая почва. Это как основная рекомендация на данный период. Вот такая неделя для вас, ребята, выходит для всех знаков зодиака. Пусть она для вас будет легкая, плодотворная, продуктивная, замечательная и несущая каких-то тяжелых потрясений. Я в любом случае вам желаю замечательного периода. От вас буду ждать комментариев, как для вас отыгрался период, что для вас было созвучно, что нет. Для тех, кого интересуют вопросы обучения либо индивидуальной консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok